Всем большой привет! Я вас приветствую на четвертом видео с марафона Гуара Витисян, который проходит в инстаграм под хэштегом Тюнингуюсь с Гуар. Я с радостью поддерживаю этот марафон, потому что мы с вами вместе развлекаемся в этот карантин. И я хочу прежде всего поблагодарить за то, что вы меня поддержали. В третьем видео, после моего фиаско во втором, в общем, переходите по плейлисту, который так и называется Тюнингуюсь с Гуар, марафон Гуара Витисян. У меня целый плейлист посвящен этим видео. Переходите, это очень интересный челлендж. Сегодня я буду делать этот четвертый сложный макияж. Я его никогда в жизни не делала. И более того, здесь не получится отвертеться, что у меня нет нужной косметики, потому что это первое попадание в мой хотя бы цветотип. Ну почти, хоть приблизительно похоже. Вся косметика, соответственно, у меня есть. Поехали. Сначала, как обычно. Любой увлажняющий. Ничего. Сверхъестественного. Не убегай, моя база. Давайте увлажним хорошенько лицо. Как обычно, напрягаем скулы. Это без косметики тяжело на себя смотреть. Типа я и так красивая. Так, успокоилась. Работаем. Гор мне понежнее. Я хочу сказать о том, что освежаемся. И вы почти края сутка. Прости. Прости. Знаете, я хотела сказать, что я настолько подсела на наши марафоны, что как только он закончится... Сегодня же четвертый день, а это значит, что ровно половину наших марафонов всего 7 макияжов. То мы начнем, я думаю, еще один. Мы будем с вами марафлониться до тех пор, пока карантин не закончится. Так, ну что, поехали. Самое интересное. Красивые глазки. Первый цвет, который возьму, такой будет розоватый. Если у вас нет таких теней, берите румяна. Наносим и тушуем вот сюда в складочку. Вот так должно примерно получиться. То же самое с этой стороны. Далее мы вот здесь в складочке добавим такой более насыщенный цвет. Смотрите, более фиолетовый оттенок. Но он не прям насыщенный фиолетовый. Больше даже бургундий. Его тоже нанесем и растушуем. Ну и немножечко черного. Чтобы углубить результатив. Не забудьте потом предыдущим оттенком смягчить переход. Так же вот сюда вывели и выводим слегка в сторону. Так, и предыдущим смягчаем. Берем плотный тон или корректор. И делаем так. Вот и будем сейчас его очищать вот по этой линии. Ну, примерно вот так у нас получается. Далее берем любые светлые тени или пудру. Я хочу взять пудру для лица. И припудриваем веко. Прям плотно, плотно. Ну, как тени наносите. Он такой, знаете, белый молочный оттенок. Слегка розовым отливом идеально. Слизистые. Прокрасили слизистую верхнюю веко. И будем рисовать стрелку. Но на этом не все. Теперь вторую такую же. Ну, и, конечно же, я была бы не я, если бы не пустила еще розовую подводку. Сейчас мы с вами аккуратно продублируем стрелочку. И еще ее нанесем по слизистой. Гулять-то гулять! Можно прям пошире, да? А то что-то ее не видно. Ну, знаете, лучше всегда начинайте поскромнее. Все равно гульням. Вот так мы ее вывели. Сейчас немножечко аккуратно черную обновим. Потому что вы волей-неволей залезаете еще немножко на черную. Кто сегодня Барби? Мы сегодня Барби. Блин, я не могу насмотреться. Ребят, эту же подводку я нанесу немножечко по слизистой. Вот сюда. Аккуратно, чтобы глаз не затекло. Хотя нам с вами не привыкать. Немножечко оттянили снаружи, вот этим фиолетовым оттенком. Все. Реснички красим, клеим и перейдем к губам. Я, конечно, давно хочу сделать яркие губы, но не сегодня. Оставим у нас еще столько дней. Нежный карандаш. И будет такой, знаете, нежно-розовый блеск. Ну, как нежно. Розовый прям. Знаете, что самое классное? Я вот докрасила, сначала улыбаться и выглянуло солнышко. Будто сама вселенная говорит, гоу, ты делаешь все правильно. Ты на верном пути. Все, ребята, остался блеск. Бежим переодеваться. Можно линзы голубые, чтобы вы были точно Барби. Можно блондинкой стать. У меня выбор большой, пойду экспериментировать. Блажечки. Когда не можно смотреть, все, побежала, побежала. Ну все, ребят, мой образ готов. Как что, если бы не мой голос, то у меня можно было бы и не узнать. Я желаю вам всем удачи. Давайте я сразу черным карандашом подведу. Мне нравится, как Гуар в этом видео говорит. Если у вас нет розовых теней, то возьмите румяна. К этому мы бы дошли сами. А вот когда она делала макияж с электрик-подводкой, так значит она в каждой косметичке лежит, да? Гуар. И этот макияж, она прям очень сильно вытягивает к вискам. Я попробую тоже так сделать. Оттенки я подобрала круто. Очень похожие оттенки, но глаза получились разные. Да, Наташа, есть прогресс. Первый раз такое, что у меня все оттенки, которые назвала Гуар, все есть. Я прям так радуюсь этому. Не то, что в предыдущих видео, во втором вообще подводку сами делали. У меня источник света с этой стороны, поэтому кажется, что тут глаз намного темнее. А мне намного темнее. Много. Немного темнее. Ладно, вы же смотрите на меня. Через камеру я чуть-чуть добавлю сюда капелюшечку, потом же все равно я вам в конце покажусь в свете другому. Вот это прямо сейчас. Если я сейчас все испорчу, то что, выкладывать мне это видео? Конечно, выложу. Куда я денусь? Давайте этот глаз вам лучше видно. Вы начнем. Смотрите-ка, получилось. Вот он смешался с тенями. Пусть подсохнет, сделаем второй слой. Уже и кисть помыла. И все равно, и второй слой нанесла корректора. И все равно нету такого контраста, как бы угол. Так, вот теперь с тенями попадания в оттенки, а нету плотного корректора. Это максимум, что мне удалось выжать. И горлович, что можно взять пудру, у меня есть как раз такой оттенок, о котором она говорит. Вот такой. И давайте попробуем, так как это не пудра, а тени, по идее, они должны давать то ли слой. И, наверное, получится тоже контрастно. Короче, без очень плотного корректора такой эффект не получится. Приступаем к стрелкам. Это тоже еще моментик, которым можно все испортить. Такой вот розовый, как раз очень пигментированный, но не блеск, помада, не литвая помада. Я беру тоненькую кисточку, помаду на слизистую наносить очень опасно. Я не рекомендую этого делать. Я не знаю, наверное, этот шаг придется пропустить или рискнуть для фото. Ладно, давайте хотя бы ровно стрелком рисуем. Застынь, он будет матовым. Красим и клеим ресницы. Приклеить ресницы, так как макияж Барби, я решила не те, которые делала до этого с натуральным эффектом, а прям взять такие по длине ресницы, потому что на фото у Гуар вообще там ресницы, всем ресницам ресницы. Ну что, я пошла переодеваться и покажусь вам в каком образе. А вы не забывайте про то, что мне очень интересно, что вы об этом думаете, получилось ли у меня. И голосуйте лайком. Я целую.